Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Обещаю, будет интересно. Как ее только не называют. Классическая французская греко-римская. Эта борьба родилась в Древней Греции и получила развитие в Римской империи. Современный вид этого единоборства сформировался во Франции в первой половине 19 века. Об истории греко-римской борьбы в Самаре мастеру спорта расскажет Александр Сидоров, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, вице-президент Федерации спортивной борьбы Самарской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, на каком этапе сейчас греко-римская борьба в Самаре и Самарской области? Ну, Федерация спортивной борьбы Самарской области включает сейчас в себя четыре дисциплины. Это греко-римская борьба, вольная борьба, панкратион и греплинг. Греко-римская вольная борьба – это олимпийские виды спорта, которые входят и ребята, и спортсмены по этим видам спорта выступают на олимпийских играх. Ну, в Самарской области греко-римская борьба, раньше она называлась, вы правильно сказали, классическая, развивалась уже с 40-х годов. У нас был первый вице-чемпион мира в 1955 году Наиль Гараевич Гараев. Вот он получил звание заслуженного мастера спорта СССР, был вице-чемпионом мира, был участником Олимпиады в Мельбурне в 1956 году, был чемпионом Советского Союза и входил где-то 10-12 лет, был в составе сборной команды СССР и выступал на всех международных соревнованиях, защищая и честь Самарской области, и честь страны, тогда еще СССР. Но вот эти традиции у нас заложены. В те времена были, в советские времена, команда сборной Куйбышской области, она называлась, входила в состав, входила сильнейшая была, одна из сильнейших сборной РСФСР, и ее воспитанники выступали и на первенстве РСФСР, тогда называлась, и СССР. Ну вот сейчас в наше время последнее, вот когда уже стала Россия, СССР больше не стало. В городе Самара эта борьба тоже получила новый такой импульс, когда мы стали развивать с федерацией вместе, и воплотили команды, которые у нас базируются в областных городах, это Тольятти, сильная команда, в Сызрани, в Новокуйбышске. И сейчас вот у нас в Самаре, само собой, основные базы, где развивается греко-римская борьба. И также сейчас у нас очень хорошие команды стали приезжать на наши областные соревнования. Это с муниципалитетов Похсицкий район и Хворостянка. Мы туда предоставили наших тренеров, кто закончили пединституты. Мы им помогая отправляли, как бы делегировали в муниципальные районы области. Это Похсицкий район и Хворостянка. Туда мы предоставили наше спортивное оборудование, борцовские ковры, нашли понимание с главами муниципалитетов. И сейчас вот очень это приятно, что даже те команды теперь приезжают именно на греко-римскую борьбу. Потому что мы с вами как раз говорим, что я сегодня и программа о греко-римской борьбе, и сегодня акцент сделаем на греко-римскую борьбу. Тем более наш лидер, трехкратный олимпийский чемпион, герой России Александр Александрович Карелин, он как раз представляет классическую греко-римскую борьбу. И поэтому у нас есть с ним контакт, потому что мы структурно, наша федерация спортивной борьбы Самарской области, структурно входит в федерацию борьбы России, и где возглавляет федерацию спортивной борьбы России тоже олимпийский чемпион, друг Александра Александровича Карелина, Михаил Мамиашвили. Поэтому у нас такой контакт есть. И мы еще всегда говорим о греко-римской, так чуть-чуть, потому что это основы, как мы ее считаем сами, основы всех борьбы. Вы правильно сказали, в Греции началась греко-римская борьба, и уже оттуда пошли разновидности вольной, панкратион и так называемые далее смешанные единоборства. Ну что еще хочется сказать? Мы в городе Самара, в Федерации спортивной борьбы Самарской области, она конструктивно сотрудничает и с Министерством спорта, потому что мы с ними работаем и по финансированию, от них идет все финансирование. Мы как общественная организация структурно работаем с Министерством спорта, и они нам помогают по финансированию всех тех команд, которые официально выступают за Самарскую область, на первенстве ПФО, на первенстве чемпионатах России и выезжают на международные соревнования. Также у нас конструктивная работа, я говорю за свою федерацию, с Департаментом спорта городского округа Самара. Мы проводим городские соревнования, и мы вместе с нашей Федерацией и Департаментом спорта делаем программы, делаем положения. Десять лет не было Федерации спортивной борьбы города. Но вот сейчас, когда пришел новый руководитель Департамента спорта Виктор Петрович Анисятов в город, мы обговорили на последних соревнованиях, которые прошли буквально 2-3 недели назад, что мы, наверное, с 2018 года возродим и, наверное, восстановим городскую федерацию спортивной борьбы города Самара, чтобы и Федерация города Самара по спортивной борьбе, и Федерация спортивной областной были в контакте. И тогда мы, наверное, больше сделаем. Но если говорить уже о секциях и клубах в Самаре, где они есть и на каких условиях туда можно приводить ребят? Все секции греко-римской борьбы в городе Самаре, они у нас бесплатные. Это первое, хочу я сказать, чтобы не было разговоров о том, что спорт у нас в Самаре, особенно в борьбе, платный. Где-то что-то об этом есть. Есть специальные группы по борьбе, которые на самофинансировании. Но все те занятия греко-римской борьбе в спортивных школах города Самара, они бесплатные. Они у нас базируются и в городском специализированной детско-юношеской спортивной школе номер 11. Это Кировский район. Они уже базируются у нас в Гаушор-1 областной. Это база основная Ярошевского 1А и спортивный комплекс «Металлург». Зал борьбы на стадионе «Металлург». Улица Строителей 1. У нас также они базируются и в ЦСКА Самара есть. И еще они, вот эти основные секции борьбы в спортивных школах, от них еще есть филиалы по районам, где работают тренера этих школ, где проводят занятия бесплатно. И у нас туда принимаются юноши, начиная с 8-9 лет. Это по новым федеральным стандартам. И они базируются потом по градациям. Есть младшие юноши, старшие юноши до 18 лет, потом молодежь до 21 года и взрослые. Это уже так называемая бесконечность, где уже официально выступают и входят в сборные команды и защищают честь нашей области. Вот, кстати, наши спортсмены на высокий уровень пробиваются в сборные команды страны. У нас очень сильно в Приволжском федеральном округе юношеская команда, сборная команда Самарской области. Мы здесь всегда и юноша до 16 лет, юноша до 18 лет. Я уже сказал о градации. Молодежь, мы всегда в призах, командный. У нас есть чемпионы. И у нас очень уже много, в последние три года, семь человек входят в состав и в резерв сборной команды России среди юношей по греко-римской борьбе. Единственная у нас, конечно, проблема, вы правильно сказали, как идет спорт, развиваясь от юношей и выше, так называемого, во взрослую. Проблема в том, что после 18 лет, когда спортсмены уже полностью выступили здесь хорошо, отдают свои силы, чтобы их здесь задержать, у нас сейчас нет вот такого центра, о котором мы мечтали уже давно. Например, дворец или центр спортивных единоборств, где будет все аккумулироваться, где будут уже предоставлены все условия для развития большего спорта, мастерства. И поэтому мы нашли именно в греко-римской борьбе, нашли такую связку. У нас в Мордовии, граница, есть знаменитая школа олимпийского чемпиона Алексея Мишина, который в 2004 году в Афинах стал чемпионом олимпийских игр, как раз в Греции. И там возглавляют школу греко-римской борьбы олимпийскую, тоже мастер спорта международного класса, чемпион мира, от Майкин Геннадий. Вот у нас с ними есть контакт, и вот мы сейчас обговорили, что все наши те хорошие юноши, которые могут бороться на уровне России, Европы, мира, мы сейчас делаем так называемые соглашения, где они их берут к себе, и они выступают и представляют не только уже Мордовию, но и уже Самарскую область. Это была греко-римская борьба на телеканале Самара ГИС в программе Мастер Спорта. Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами, увидимся через неделю вечером без 15.08 или раньше на спортивных площадках города чемпионата мира по футболу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин